Так, друзья, смотрим. Амур и гвардэки бала кезэквэста. Довыся маревати. Смотрим-смотрим. Здравия всем! Вы на канале Марко Елены Диригити. Язык заплетается, несмотря на то, что я попила воды. И вот это мы церковь, там рынок. Мы с вами увидели. Смотрим на статую, которая украшает эту церковь. Вот он, креститель. Крестит нас усиленно. Здесь дом, который реставрирует фасад. Внутри прикмахер. Я увидела вот это. Почему я включила? Я увидела вот этот вот из дерева. Опять-таки с короной. Два льва. Один такой куда-то вниз смотрит, другой вдаль. Очень интересно. И внутри эмблема... Ой, господи, куда я уже пошла? Внутри эмблема, два орла, один орел с поднятыми двумя крыльями. Марко же вон где, далеко. Друзья, извиняйте меня за съемку, потому что хочу медленно, но не получается. Бежит же мой муж. Он просто летит на крыльях. Мне не удается вам заснять некоторые прелести. Можно сказать, я на автобусе. Он на своих ногах. Он все в карту смотрит. Хоть бы на одно дом посмотрел. Нет, он в карту смотрит, куда ему идти. Вот что значит программный человек. У него эта программа. И никак вы ее поменять не сможете, если он сам ее поменять не захочет. Я вам о чем говорю, что люди, которые хотят поменяться, они меняются. Те, которые не ставят перед собой эту задачу, они остаются в своей программе. Посмотрите, пожалуйста, шестиконечная звезда Мадонна с ребенком внутри. Цветами украшенная. Так. Ну, смотрите вот на балкон, да? Как строили. Ведь это не вчера построено. Ведь вы же видите прекрасно, что это не вчера построено. По самой архитектуре и по состоянию здания. Кстати, вот этот музей кино Виа Милана здесь. Что-то я с одного. Сан-Домейника это вот это. И Виа Милана вот это. Музей кино начал строить кто? Еврейская община. Но у нее не хватило денег. То есть вот эта юбочка расширяющая, расширяющая. Вот он, кстати. Только мы про него проговорили. И потом он перешел за долги. по наследству государству. Которое государство... Ну, это как они говорят. Я говорю, если эта церковь открыта, я в нее зайду. Ну, видите, что там даже ручки дверной нету. как в нее заходить. Он пошел в бар. Ему надо в туалет. Это нормальное явление. Мы стоим, ждем. Я хочу вот сейчас вот воды попить из крана вот из этого. Руки помыть и попить. Давайте ближе подойдем, чтобы вы увидели, как это все. Ну, мусорно. Мусорно. И меня опередили. Друзья, написано, кто этим фонтаном, кто отвечает за него, номер телефона, если что-то не работает. Питьевая вода. Вкусная. Мне понравилось. Еще раз посмотрим на это здание. Солнце нам светит. Номер телефона. Там написано, куда обращаться. Телефон бесплатный. Так, ну, он сказал идти вот вроде в ту сторону. Но я опять же переживаю, что я не дойду самостоятельно. А вот это, друзья, это уже Сталинки. То есть середина прошлого века. Там есть площадь. С какой-то статуей. А вот тоже, смотрите, здание половина оштукатуренная. Видно вот это, что оштукатуренная. Там окна домов немножко узкие и высокие. То есть послевоенная реставрация была. Вот он идет. Что он нам скажет? Солги? Угу. Друзья, смотрите, вот такая арка. И вот туда, 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 туда. Видите, вниз. Под дом. Парковочка. Среди вот таких вот шикарных мест. Опять какое-то государственное учреждение. Ой. Все внутри. И так. Дворик. Стеклом покрытый. Кондиционер включенный. Когда идете между людей и между вот так домами, то вкусненько пахнет едой, то вкусненько пахнет духами, то еще невкусненько пахнет. Разворачиваемся и смотрим. Слушайте, те, кто бурку носит, им не надо вообще ничего одевать. Одели намордник и пошли. Вас не видно. Друзья, вот он суд. Вот он трибунал. Смотрите, какая высокая дверь. Вот наверху вот здесь меч плюс топор. И это все связано. Марка с кем-то разговаривает по телефону очень громко. Посмотрите, какие львы. И посмотрите, вот мотороллер стоит. И какой рост двери. Вот он, Марка. Видите? Видите, где? Вот голова до первых львов. И потом вот-вот-вот-вот-вот-вот. Метров семь точно. Такой вот трибунал. Давайте ближе посмотрим львов. Друзья, смотрите, ее кто-то ждет. Дырочки. А вот почта. Вот так вот почта. Все, идиомаваньте. Так, это металл? Да, друзья, это металл. Это металл. Это литье или ковка. Ну, скорее всего, литье. Такие розеточки. Он говорит, хочу уже отдохнуть, посидеть где-нибудь, попить аперитивы, что-то прохладненькое. потому что ну, устал. У него же нога. Я, конечно, тоже не лошадь. То есть, лошади тоже устают. Друзья, я извиняюсь за лошадей, потому что я нагрубила. Вот он здесь решил присесть, потому что здесь небольшой такой ветерок, но очень маленький. Я сейчас сниму эту маску. Вот она. Я в маске. Вот это вот у меня зарядка. Ну, блин, жарко. Какие на мне сережки новые, серебряные. Ни у кого таких нету. Тетенька их сама делает. Дизайнер. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И будет вам счастье. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok